Вознесен над миром Хрест. Это свершается каждый день, каждый год в этот день православных храмов. Это свершилось когда-то, много столетий назад, в Иерусалиме. Это действие есть удивительный символ. Мы прославляли сегодня Крест, как непобедимое оружие. И действительно, одного вида Креста трепещет преисходнее. Из того далекого времени, когда Царь Сиренный и Владыка Твари, снисшедший до образа раба, прилил на нем мучительную смерть, Крест сопровождает каждого христианина всю его жизнь. Начиная с обхождения в церковь, когда вновь крещеного младенца его натевают на тельный крестик, и оканчивая моментом, когда из этой земной жизни человек уходит, и вместо последнего пристанища, его тело, могильный холм, также венчает Крест. Крест – это жизнь и смерть Альфа и Омега. Это образ двух природ мира, вещественного, материального, земного, и мира, и материального, небесного. Двух церквей, земной и небесной, странствующий и торжествующий. Крест нам очень хорошо знаком. Он стал каким-то элементом нашей жизни, привычным символом, который всегда перед глазами, и в то же время остается нам абсолютно неизвестным. Потому что видеть Крест, говорить о Нем, совершать Его священнодействие на себе много раз за Божественную Литургию – это одно, а жить согласно Кресту – это совсем другое. Если мы обратимся во времена дохристианских, это неркозаветные, мы увидим удивительные образы, символы Креста, прообразы, вернее сказать, которые в большей глубине могут открыть нам тайну Креста для нас в нашей повседневной жизни. Есть история о том, как благоизбранный народ израильский, покинув Египет, шествовал по Синайской пустыне. Вот этот огромный караван женщин и дети в Бавлевске стал испытывать жажду. Они двигались в пустыне, в пустыне без воды смерть. Они достигают некого источника, местечка меры. Пробуют на вкус воду, он оказывается страшно горькой, непригодной для питья. И все начинают роптать в Моисеях. Куда ты нас привел? Ты ведешь нас на смерть. Нам нечего пить, мы умираем. Ты привел нас в такое место, которое не облегчает нам страдания, только еще усиливает. И тогда по Моисею, по повелению Божию, с молитвой опускает свой жезл в источник местечка меры. И вода становится слабкой. Полкователи Священного Писания прямо говорят, что это есть образ Христа, который приходит в горе нашей повседневной жизни, в ее горечь, в ее славность. И может сделать всякую скорь сладкой. Всякое распятие может сделать победным. При одном только условии. Если человек на это распятие идет добровольно. если он пытается в своей жизни исполнить призыв Христа, если кто-то хочет быть моим учеником, то должен отвергнуться себя, взять свой крест и последовать за мной, отвергнуться себя. тебя могут как угодно топтать, тебя могут унижать, ты можешь испытывать и болезни, и скорбь, и немощи. Вся жизнь твоя, может быть, кажется сплошным адом, сплошным распятием. Но ничто тебе не принесет пользы, ни грамма, если ты не принимаешь это как крест и как лекарство. Другой удивительный образ. Народ израильский вступает в битву с эмеликитянами. Это был языческий народ, который совершал жертвоприношения, в том числе и человеческие. И была страшная битва, в которой побеждали то эмеликитяне, то народ израильский брал вверх. И Моисей встал на гору и простер свои руки к небу. И пока он стоял вот так в молитве, народ израильский побеждал. Он был уже очень почтенного возраста человек. И, конечно, держать так руки поднятыми не мог. Он ослабевал, его руки опускались. И как только в руки опускались, начинали побеждать эмеликитяне. И в руки поддерживались, чтобы только он не опускал руки, чтобы он в молитве предстоял дальше. В конце концов, выстоял, а народ израильский победил в той битве. Это удивительный образ. Это не просто образ молитвы, потому что мы все молимся, мы что-то об этом знаем, мы столько раз и столько разных молитв повторяем, что кажется, ну, вроде бы, эти вещи нам знакомы, и в то же время не знакомы. Потому что тайна молитвы это тайна слов за других молиться, кровь проливать. И пока ты еще ничего не пролил, не в прямом смысле, а в каком-то ином, иносказательном, пока ты не отдал плоть, чтобы принять дух, ты еще ничего не знаешь о молитве. Ничего не знаешь о молитве за других. Америкитяне это не просто народ, который воевал с Израилем. Мы в богослужебных текстах многократно встречаем слова «Амаликам высленного побеждая». Это образ всего того растленного, всего греховного, всего того ядовитого, что дьявол мысленными стрелами пытается пускать в нашу душу. Этому невозможно противостоять, потому что этот боец нас намного сильнее и намного опытнее. Он уже много тысяч лет с такими, как мы воюем. И ни один бы человек не победил и даже бы не выдержал этого натиска, если не благодать Божия, которая приходит тогда, когда человек дерзает и когда он восходит на крест молитвы, отвергая себя своей немощи, свою лень, свою слабость, всякое саможеление, дерзает Богу. Когда преподобного Серафима спросили, почему сейчас нет подвижников, что времена изменились, это было начало 19 века, нет времена те же. просто стало мало тех, кто дерзает Богу. Нам кажется, что это удел каких-то особых избранников, особых людей великих, каких в истории было мало, это все не про нас. Конечно, Арон, мы и все, где мы, где они, и тем не менее, к этому дерзанию мы позваны все, потому что христиане это Новый Израиль, народ Нового Завета. Об этом напоминает нам сегодня Крест Господень. Он напоминает нам также о том, какой ценой дается человеку любовь. Когда мы слышим о том, что Бог есть любовь, мы ничего об этом не знаем. И нам только она в какой-то мере приоткрывается, когда мы нет не до конца, а только может в краешком сознания пытаемся понять, а что же произошло тогда на Голгофе. Как может быть, что Творец Вселенной, чей десницы галактики и миры он становится обычным человеком, приходит приходит к своему созданию и от этого создания претерпевает поношение, поругание, проходит все этапы человеческой жизни и смиряет себя даже до смерти, и причем смерти самой страшной, самой мучительной, самой позорной. Это трудно представить. Наш ум не вмещает степени этого снисхождения и умоления. Но это все про любовь. Это все про то, чем должна быть жизнь каждого из нас. И когда мы смотрим на крест, давайте вспоминать, что это такое. Это не просто украшение нашей жизни, это не просто символ нашей религии. Надо усметь посмотреть на него так, как смотрели современники Христа. Они смотрели и не пытались, потому что они знали, что смерть на кресте это очень мучительно и очень страшно. По несколько дней люди умирали. Все должны были смотреть, проходя мимо из города, читать вину их написанную на кресте и трепетать в ужасе и страхе. Так казнили только роков и самых страшных разбойников. Так казнили Бога ставшего человеком. Давайте смотреть на крест и думать о том, что и моя, и твоя жизнь должна быть крестоношением, не роботом, не сомнением, а попыткой принять все то трудное, скорбное, немощное и, как нам кажется, несправедливое, как тот самый крест, который никто за меня больше не понесет. Я могу от него отказаться, я могу от него отвернуться. Такое часто бывает. Скорбей от этого меньше не становится, болезни не исчезают, несправедливости не уходят. Все это присутствует, но перестает быть тогда лекарством для меня. В мире всем скорбны будете, говорит Господь. Он предупреждает об этом. Но умужайтесь, я победил смерть. Он победил уже всякую скорбь. Он простирает свои твани со креста и говорит, придите ко мне, все труждающие и примененные. Я вас успокою. Возьмите иговое на себе и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. И только когда вы возьмете это иго, вы обрящите покой душам вашим. Поэтому попытаемся, это невозможно, я понимаю, что это невозможно человеческими силами. Но как так же, как не в этот день просить нам об этом, чтобы Господь нам дал это духовное зрение, эту способность воспринимать тяготы и скорбь жизни своей и других людей, как тот самый крест, которым может распяться моя гордыня, мой грех, тот крест, который может погребсти все самое страшное и тяжелое во мне. Кто болел тяжело, тот помнит хорошо. Какая молитва бывает, когда человеку плохо, когда уже не на что и не на кого надеяться. Какая молитва бывает, когда исчезают всякие подпорки человеческие, лекарства, знакомства, связи, когда ты остался только пред Богом. как бывает для человека дерзновенно говорить с Богом, когда он действительно с ним остается один на один. И всякая шелуха человеческих условностей, самоценок, мнимых педесталов, на которых ты в жизни стоишь, она исчезает. Вот это совершает нас трест. спаси, Господи, люди Твои, и благослови достояние Твои. Всем нам дары и победы на сопротивных и поим крестом сохрани наше христианское жительство. Аминь. С праздником, дорогие. Редактор субтитров Корректор А.Егорова